Добрый вечер, дорогие телезрители! Среда 19.30 в эфире темной студии программа «Один из нас». И один из нас сегодня решил заботиться вопросами ценнообразования на бензин. Дело в том, что не прошло буквально двух дней с того момента, как год петуха вступил в свою законную силу, и у одного из ключевых игроков на бензиновом рынке, конкретно в городе Якутске, да и не только, наверное, в Якутске, по всей республике, изменяются цены в сторону увеличения. И при этом общая тенденция увеличения цен на моторное топливо по России составляет где-то в районе трех рублей. И о тех конкретных факторах, которые играют роль в определении цены на моторное топливо в Якутске и в республике, мы поговорим сегодня с нашей компетентной и многочисленной аудиторией. Мы начинаем. Ну, как говорится, вот пока петух не клюнет. Ну, петух клюнул, два дня прошло с 29 января, и 1 января автолюбители получают, ну, не знаю, раздражитель какой-то, да. Крупнейший игрок на рынке топлива Якутии поднимает цены. И после этого последовал еще ряд, скажем так, моментов, которые могли бы каким-то образом выверить, что ли, отношение народных масс к данному очень-очень болезненному вопросу. Во-первых, автолюбители говорят, давайте мы будем багатировать того, кто поднял в одностороннем порядке цены. Во-вторых, тот, который в одностороннем порядке поднимает цены, говорит, делайте, что хотите, я буду заводить в меньшем объеме, следует обратная реакция. И получается, как два барана на мостике. Кто в этой ситуации больше прав, наверное, предстоит выяснить. Вот при помощи цифр, может быть, диаграмм, при помощи фактов и так далее, и так далее. И я не буду конкретно представлять титры, подготовленные для всех участников нашей сегодняшней передачи. Во втором блоке мы ждем Владимира Михайловича Членова с Торгово-промышленной палаты. Пока мы начнем его отсутствие. И Игорь Юрьевич, конечно, первый вопрос. Давайте, вот сколько раз ваша компания может в год поднимать цены? И на чем это основывается? Добрый день, уважаемые эксперты, коллеги по сегодняшней передаче, уважаемые телезрители. Как вы правильно отметили, и когда планировалась передача, мы договаривались пригласить сюда компаний наших партнеров, Туймада, Нефть, Сибойл. Сегодня их, к сожалению, нету на нашей передаче. Я объясню, почему. Мы, как вы правильно отметили, живем в тенденции повышения стоимости в общем рынке Российской Федерации. Представляя программу, вы сказали, что цены повысились с 1 января. Февраля. Я хотел вас поправить, что с 1 февраля в этом и заключалась суть пресс-конференции, которая была проведена компания «Саха нефти Газбыт» по итогам повышения стоимости. Мы хотели обратить внимание, что тех ресурсов, которые были саккумулированы в 2016 году, хватило для того, чтобы продержаться еще месяц. Какие факторы в основном? Мы специально подготовили материалы для всех участников передачи. И, безусловно, я думаю, что эта тема настолько глубокая, что необходимо еще не один раз собраться и часть моментов, которые касаются и строительства, завода и других больных вопросов, обсудить. Ключевыми факторами для повышения в 2017 году являются изменения ставок акцизов в соответствии с налоговым законодательством. Динамика изменения ставок налоговых акцизов представлена вам в раздачном материале. За последние пять лет эти акцизы изменились вдвое. Поэтапно с 4 тысяч до 6 по дизельным топливам и с 6-7 тысяч до 12 тысяч по высокооктановым бензинам. В том числе это изменение произошло и 1 января 2017 года. Какие еще факторы, на которые может повлиять республика, играют ключевое значение в формировании стоимости нефтепродуктов? Тех нефтепродуктов, которые мы завозим из вне республики. Потому что компании, которые производят, у них совершенно другая структура себестоимости. Факторный анализ в рамках подготовки стратегии развития компании «Саха нефти Газбыт» на долгосрочную перспективу показал, что такими проблемными местами являются перекрестное субсидирование и проценты по кредитам банков. Но мы к цифрам еще вернемся в ходе нашего сегодняшнего разговора. Возвращаясь к вашему вопросу о количестве раз. Сколько раз может повышаться цена на топливо? Ну, исходя из опыта одной компании. Мы в течение уже более чем 20 лет идем по принципу трехразового изменения цены. Один раз у нас был эксперимент с попыткой двухразового изменения. Этот эксперимент провалился. Мы были противниками этого эксперимента. Но тем не менее. Чем обосновано трехразовое изменение цены? Как мы знаем, 1 января каждого года практически у всех компаний меняются тарифы. Меняются ставки налогов земельных. Меняются ключевые факторы, влияющие на себестоимость продукции. Вот, исходя из утверждения новых ставок и новых правил игры, 1 января, как правило, меняются цены везде. Конкретно для компании «Саха нефти Газбыт» устанавливается новая снабсбытовая и торговая надбавка. Что это значит? Это сумма средств, необходимая для выплаты заработной платы, для оплаты за электроэнергию, для оплаты имущественных налогов, для формирования фондов поддержки имущества в надлежащем качестве, амортизационных отчислений и так далее. Второй раз изменения происходят в период преднавигационный. Мы формируем пакет договоров, разыгрываем конкурс, и на основании сформированной цены по этому конкурсу, по тем контрактам, которые у нас заключаются, мы видим изменение стоимости в динамике на рынке Российской Федерации. И этот фактор именно на 1 июня, на преднавигационный период, является ключевым для изменения цены второй раз. 1 января, 1 июня? Так точно. А третий откуда сделался? В течение лета идет навигация. Заключены договоры с перевозчиками, заключено 90% договора с поставщиками, идет сам процесс. Навигация, как и природа, приносит нам постоянно сюрпризы. Сюрпризики, я бы сказал, да? Да. Меняется уровень водности, меняется транспортная схема, где-то завоз идет в плановом объеме, где-то норма отгрузки требует повысить этот объем, где-то меняется схема доставки с водного транспорта на автомобильный. По итогам навигации мы получаем завершенный финансовый навигационный период. Все счета от перевозчиков, все дополнительные затраты по буксировке флота, по очистке и так далее, и тому подобное. То есть, итоговая картина навигации. Исходя из этого, происходит третья корректировка. На первое, десятое или на первое, одиннадцатое ежегодно. В соответствии с положением, с порядком формирования цены, который утвержден Советом директоров, мы фактически можем менять ежемесячно. Так, как это происходит в Центральной России. Там общий рост, как вы отметили, в пределах инфляции 5,6-7% ежегодный. Он происходит по 15-20 копеек в течение года. Либо на первое, 0,1-е, либо в связи с получением новых счетов. То есть, постоянно. Мы, как компания с участием государственного капитала, 100% государственная компания, в том числе осуществляем функцию регулятора рынка. Вот здесь один такой момент, Игорь Юрьевич. Я прошу, что вашу такую мощную мысль прибиваю. Государство, как участник вашей компании, как один из учредителей, скажем так, стейхолдер, он может ли вот эти субсидии возлагать не на плечи конечных потребителей за того парня в АБИ, а регулировать своими дотациями, своими какими-то механизмами? На сегодняшний день в бюджете республики Саха-Якутия таких преференций не предусмотрено. Более того, бюджетный кодекс запрещает субсидирование под акцизных товаров. Существуют другие механизмы, возможно. А ту тему, с которой вы начали, о перекрестном субсидировании, она находит решение сейчас на примере энергетики. Вот обратите внимание, буквально в течение прошлого года шла подготовка, и сейчас уже эти решения принимаются. И ценообразование в области энергетики переходит на 609 населенных пунктов. То есть, то перекрестное субсидирование, вот сейчас, например, для компании Саха-Нефтегазбыт, это три ценовые зоны. В стратегии, в том документе, который мы разработали совместно с Северо-Восточным федеральным университетом, мы рассматриваем для компании Саха-Нефтегазбыт 25 районов республики там, где присутствуют филиалы компании Саха-Нефтегазбыт. Буквально в апреле предстоит рассмотрение данной стратегии на экономическом совете при правительстве республики Саха-Якутия. Я думаю, что те или иные решения в этом направлении будут приняты. Будут приняты. У нас буквально 10 секунд остается до рекламы. У нас всего будет 4 блока, которые перебьются тремя рекламными ставками. И замечательно, вот как бы надежду подаете автолюбителям и получается завершение своего спича первого блока, который посвящен основам Саха-Нефтегазбыт, то, что в апреле будет принято какое-то решение, которое возможно сыграет определенную положительную роль в решении этого вопроса. Мы сразу встретимся после рекламной паузы. Оставайтесь с нами. Мы завершили первый блог на некой оптимистичной ноте, которую Игорь Юрьевич привнес в конце своего основательного мощного спича, который говорит, что в апреле будет принято некое решение, которое может подвигнуть на некое решение из средств государства в пользу конечных потребителей. Я так понял, да? И все присутствующие так были. Да или нет? Безусловно. Рассмотрение стратегии развития на экономическом совете при правительстве даст импульс и толчок для дальнейшего развития не только в этом направлении. Если рассматривать те три фактора, которые я назвал влияющие, это транспортные расходы, это высокая кредитная зависимость, не только компании Саха-Нефтегазбыт. Мы видим большое внимание руководства республики, правительства республики Саха-Якутия к проблемам авиакомпании Якутия, к проблемам губ жилищно-коммунальное хозяйство. Ну и завоза топлива с северной. Естественно, правительство как собственник наверняка должно оценить не только по отраслям нефтепереработки, по другим. Какова же кредитная зависимость этих обществ? Огромная. Да. Существует ли индикатор, утвержденный Министерством экономики, необходимого объема собственных оборотных средств? Так? И может быть стоит этот индикатор ввести в оценку деятельности компании с государственным участием? Я думаю, что рассматривая все эти вопросы, мы найдем какой-то ответ. Вообще государство может ли с его, скажем так, двумя копейками в кармане, как было на прошлом эфире сказано, вмешиваться в процессы, которые миллиарды включают? Миллиардный оборот. Оно должно вмешиваться. Допустим, если поднять вопрос о перекрестном субсидировании, вы... А если бюджетным кодексом... Про какое государство речь идет? Только что. Нет, ну мы про российское государство. А про российское? А то про якутское... Я вот как раз хотел бы вам троим вопрос этот задать. Вы все троим являетесь представителями госсобрания Илтумы, народные избранники. Эту тему как-то обсуждали, как-то продвигали. Все-таки, если даже коснуться тех же процентных ставок, в раздаточных материалах, если не ошибаюсь, там 7,5% в этом году банковский кредит, правильно был? Да. Это в цене вы имеете в виду? В цене, да. 7,5 рублей и на сегодняшний день это 9,5 рублей. А в процентном соотношении банковский кредит... Примерно 7,5. 7,5 получаете. Ну, на самом деле, можно же договориться с теми же банками на государственном уровне, чтобы жизненно важно, а топливо, ну как ни говорите, это жизненно важный момент, на государственном уровне добиться снижения тех же процентных ставок, это хорошее подспорье же будет. Есть ли ипотека с господдержкой? Потом те же 140 миллионов перекрестного субсидирования, тоже цифра была озвучена, но на самом деле это небольшая сумма для региона. Ты решил вспомнить старое, перехватить власть, да, немножко? Я задал вопрос, пожалуйста, отвечайте. Нет, вопрос на самом деле замечательный. Почему мы ссылаемся... Государственная компания, да, и при этом ссылаемся на коммерческий кредит? Мы как раз таки говорим о том, что на сегодняшний день расчеты по параметрам выпадающих доходов при перекрестном субсидировании, по динамике процентных ставок уже осуществлены. Мы их сейчас обсуждаем, согласовываем с курирующим комитетом по жизнеобеспечению, с государственным комитетом по ценовой политике, так, чтобы на экономическом совете при правительстве нам не пришлось друг на друга кивать, что цифра одна бьет, другая не бьет. Госконцентр, кстати, говорит, это абсолютно не наше дело, инициируют сами поставщики топлива вот этот вопрос регулирования цен, да? Так что все вопросы к ним. Странная позиция, да? Если брать дословно, то, конечно же, государственный комитет по ценовой политике не регулирует стоимость. Вот я и говорю, государство вообще может регулировать или нет? Если брать по фактической, то роль государства в регулировании цен, ее нельзя отрицать и нельзя избегать. Это обязательное условие. Вот посмотрите, мы ежегодно защищаем так называемый объем товарной продукции. В этот объем товарной продукции входят все наши затраты. Все, что происходит в компании, все договоры, все суммы. Утверждая этот объем, мы утверждаем снабсбытовую и товарную наценку. Это единственное, что получает компания Асаха Нефти «Газбыт» в обороте и в реализации товаров. Но при этом мы видим гигантский разброс цен, скажем так, по той же трассе Лена. Начиная в Улуге, на сколько процентов на 20? Дешевле. Автолюбительницы Дима Руцца. Да вы вклинивайтесь, Лена, все работает, все включено. Конечно, можно вот так выступать очень много. Конечно, Игорь Юрьевич очень все знает там, очень много контор занимается этим, цены там, все, поставщики. Но о простом человеке кто-нибудь вообще когда-нибудь думает или нет, вот об его зарплате, об его там семье, как он должен, вот аксизы там увеличили, как он должен возить детей в школу, или он вообще не должен иметь машину. А быский тракторист? Ну да, или ему нельзя и машину иметь вообще, пользоваться бензином. Ну ладно, алкоголь и табак он бросит, человек простой. А бензин это же не такой товар. Да, я, конечно, не только вот, Игорь, я вообще в целом проблему хочу, Дима. Нет, в целом-то проблема, она, доколе, вопрос-то звучит так, сколько еще народ вытерпит рост цен? До 60 рублей, до 75 рублей, сколько? Вопрос в этом, вопрос еще один звучит, вот когда вы говорите про аксизы. Ну здесь написано, вот, 19-й год, динамик изменения налоговой ставки под аксизом товаров. Было в 13-м году 6700, будет 12 тысяч в два раза. Ну и вот и все, а что вы? А это кто делает? 100 рублей это не предел в 19-м году, да? Налоговый кодекс Российской Федерации. Так кому вопрос-то задавать? Нет, я же вам тоже до этого задал. И я тоже вот хочу ответить. Три народных избранника. Ну мы россияне для начала. Мы для начала россияне. Верховесту российских законов еще никто не отмечен. Мы должны инициативу из региона толкать, правильно? Конечно. Для этого у нас есть госсобрание ЛТУМЕН. Совершенно правильно. Я вот и спрашиваю вас, кто-нибудь в ЛТУМЕНе что-нибудь сделал для того, чтобы в Москве нас услышали и придумали. Да, есть-то, я понимаю, там нефтеперерабатывающие заводы, там все вот эти нефтяные компании, у них свои цели и задачи. Но не надо забывать, что у нас сложная транспортная структура, тогда надо же искать механизмы. Вот смотрите, давайте начнем поэтапно. Только чуть подинамичнее, Игорь Юрьевич. Буквально при подготовке бюджета 2017 года на трехлетний период поднимался вопрос об акцизах и тех суммах, которые получает акциз, существующий в цене каждого реализуемого литра. Он возвращается к нам в республику Саха-Якутия в объеме, ну вот поэтапно, если по годам посмотрите вы слайды, от 2,5 миллиардов, от 2,5 миллиардов до 3 миллиардов. В таком объеме он возвращается к нам для целей строительства, поддержания дорог, для целей дорожного фонда. Вот схема расчета объема выделения этих средств в регионы, она подразумевает следующее, она подразумевает критерии наличия автомобильных дорог. То есть, мы сейчас, Владимир Михайлович, озвучил ставки, которые идут в каждой тонне, которые мы все выплачиваем. Если посчитать на тот объем нефтепродуктов, которые поступают в республику Саха-Якутия, в лучшие годы это был миллион двести тысяч тонн, сейчас это порядка девятисот тысяч тонн, поступающих в республику, взять девятьсот тысяч тонн и поделить тот объем поступающих субсидий на девятьсот тысяч тонн, получится, что эта сумма равна примерно три тысячи восемьсот рублей. Но мы же платим не три тысячи восемьсот рублей, мы платим шесть за дизельное топливо и двенадцать за высокооктановые бензины. Значит, необходимо на сегодняшний день вносить корректировки изменения в методику. Налогового кодекса. Неужели? Процесс принятия управленческих решений, он достаточно длительный. Вопрос-то в чем? Вопрос просчитан, и его уже поднимают. Недавно начали поднимать. Его недавно начали поднимать именно в этом аспекте. В других аспектах его... Просчитывается. Лена, поближе поддерживай. Тут стоит один вопрос. Если бы у нас в республике все-таки состоялся бы свой НПЗ, да, судя по тем многочисленным, скажем так, планам и так далее, он должен был бы. Сначала в районе Ленской, и сейчас один из игроков держит планы строительства НПЗ в районе Алдана. Насколько изменится в случае, если появится НПЗ в республике, внутренние цены в регионах на моторное топливо. Вот смотрите, есть два вида топлива. Александр, как представитель ИТЭК, прекрасно знает структуру себестоимости и основные проблемы выработки газомоторных топлив. Мы знаем структуру завозных топлив на рынок республики Саха-Якутия. Вот вопрос строительства нефтеперерабатывающего завода рассматривался неоднократно. Были опыты. Маленькие заводики, да. Был завод, который завершил свое существование в период опытной эксплуатации. Он был построен, установка. Да. Она была построена и завершила свою работу буквально через три дня. В чем же проблема? Проблема в наличии вторичного сырья. Те установки, которые активно предлагаются на рынке, модульные установки, они, во-первых, не осваивают весь спектр видов топлива. Они могут отделить лишь часть, легкие фракции. Это порядка 20%. 25%. Если брать себестоимость при такой глубине переработки 25-30%, то, скажем так, цена его будет под 80 рублей. Вот Виктор Николаевич же как раз говорит о том, что экономически невыгодно. Нет, но если полноценный МПЗ поставить, как в Ачинске, да. ...переработающего завода находится на грани 3 миллионов тонн, правильно? А ниже, они нерентабельны. Мы говорим про объемы республики. Выпуска продукции на данном заводе. В республике потребляется миллион тонн. Одна треть. Куда девать будет остальное? А, Дальний Восток. Ну, неужели нельзя покрыть Дальний Восток? На Дальнем Востоке существует... Большая конкуренция и пропускная способность БАМа вызывает большие сомнения. Ну, то есть, наших дорог, железнодорожных. Мы уже захлебываемся. Просто логистика захлебнется. Ильдийский мирный рожден уже не справляется. Биркокит не переваривает грузы. Просто, опять же, другой пример. Довелось осенью побывать в Ханты-Мансийске, где также небольшая плотность населения, немного автолюбителей. Но, тем не менее, имея НПЗ и компанию «Сургутнефтегаз», они ценник на 95-е, у них на 10 рублей на тот момент был ниже, чем у нас. И сейчас здесь же, везде. Когда «Сургут» заходил на «Толокан», разве там не стоял пункт «Сургутнефтегаза»? Я как раз хочу поднять вопрос. Вы же тогда сидели, когда «Сургут» заходил на «Толокан», там разве не стоял вопрос? Стоял. НПЗ. В Ленске. Стоял, конечно. Стоял. Нет, больше того, я вам расскажу, что я присутствовал при перерезании ленточек не только там, и «Реляхнефть». Мы в мирном НПЗ уже летали в 95-м году. Это можно газеты полистать. Самая острая часть обсуждения происходит в рекламной паузе, где Владимир Михайлович Ленов объяснил, кстати, роль участия, очень популярно. Двумя пальцами вот так. А я вам популярность сейчас объясню еще больше в момент рекламы, если нас никто не смотрит. А сейчас реклама хватит. Нет, вот сейчас реклама прошла, но сейчас в эфире. А уже прошла, да? Так что вы зря говорили. А ее нужно верить или не верить. Когда для того, чтобы добывать золото, нужно тоже тоже дизельное топливо и бензины. То оказывается выгодней. Я скажу невероятную вещь, которую даже Михаил Эфимович не поверил. Будучи президентом, мы прилетели в Батагай, нам говорят. А мы нефтепродукты не берем на Батагайской нефтебазе. Мы привозим сами. Откуда? Знаешь, откуда? Из Подмосковья. Я говорю, да ладно, вы что, ну что, фантазирует. 8 тысяч километров выгодно. Бензовозом привезти из Подмосковья в Батагай и начать добывать золото. А знаешь, почему? Чтобы купить в Батагай на нефтебазе у нашего уважаемого коллеги, он заплатит как раз ту разницу цены, о которой мы сегодня обсуждаем. Хранение, транспортное. Он погрузился и привез когда? В апреле месяце, когда нужно сразу заправить бульдозер или другую технику и добывать золото. Я закончу мысль. Или водитель какой-то. Все же так делают. Послушай, вот я вам рассказываю откуда. Я же заканчиваю мысль, да? Значит, таким образом, в этом случае предприниматель, который добывает, делает рентабельную свою работу. А если будет брать здесь, то он уже влетает на ту разницу цены, которая неподъемная. Тут стоит куча предпринимателей, которые говорят, что в данных условиях они говорят. Мы-то не склонны верить. Им. В Якутии. Вопрос можно вам задать? Объединен у нас дорогой в России или дешевый? Очень дорогой. Очень дорогой. Вы знаете, что он самый дешевый в Европе? Ну почему? А в Канаде бензин доллар с лишним стоит. В Канаде. Вот у них доходы какие у каждого человека. Правильно говорить, 70 рублей стоит. У них доходы очень большие по сравнению с нашим. А бензин такой же. Самый дешевый в Европе. Какая-нибудь 18-летняя бензина. Все защищает? Да, мне кажется, все защищаете ценность. В Венесуэле 52 копейки стоит. Я не защищаю. Бензина? Я не спорю. Просто я согласен с логикой. Надо, чтобы... Откуда чудес не бывает? ...соответствовало и доходам населения. Правильно? Я про население говорю. Я еще говорю не молчу. Я еще говорю не молчу. Не про золотарей. А чтобы она соответствовала, на МПЗ тоже зарплату. Если золотарей, они же тоже получают зарплату. Они тоже являются якутиями. Это все же чудес не бывает. Как про них не говорить? Речь об этом и ведем. Регуляторы должны, наверное... Понимаете, мы тут привыкли говорить только сидя в Якутске. Скажите, Якутск какой объем рынка занимает? Да какой там? Объем от... Российского. Республиканского? Да. Сахая нефтегазбыта, наверное. Да. Мы занимаем порядка 35-40% на рынке автозаправочных станций города Якутска. города Якутска. Нет. Ваших объемов сколько процентов Якутск занимает? Якутск сколько? Якутск занимает порядка 35%. Ну, то есть как административный центр... Это центральная группа. Центральная группа. Не только Якутск. Не только Якутск. Покросск, Нанца и так далее. Бензина, я думаю, больше. Ты что говоришь? Про целый морякар? На сегодняшний уровень. Давайте так. У нас 350 тысяч машин, 200 тысяч в Якутске. Структура центрального рынка изменилась. Структура центрального рынка изменилась. Дело в том, что те компании, которые присутствуют на центральном рынке, во второй ценовой зоне, они не несут той нагрузки на содержание нефтебазового хозяйства по всей республике, и на перекрестное субсидирование. Их нет в Арктике. В Арктике нет. За счет этого мы теряем... Там появился тарированный бензин. Подожди, это другая тема. Ту задачу, которую перед нами ставит правительство по обеспечению нефтепродуктами населенных пунктов, труднодоступных, Владимир Михайлович отметил, мы два года назад запустили, и активно этот проект двигается по республике Саха-Якутия, обеспечение тарированными нефтепродуктами. Тара очень дорогая. Секунду. Она оборотная. Народу нравится. Тара оборотная. Ее берут активно. Я хочу даже вам сказать... Почему? Канистрами 40 литров. Если вопрос стоял изначально по разработке схемы и плана строительства автозаправочных станций, и прогнозно на карандаше стоимость этого проекта была 5,2 миллиарда рублей тех до скачка курса доллара, то этот проект обошелся в 180 миллионов рублей. Не 5,2 миллиарда. Я понимаю, автозаправочные станции в деревнях невыгодны. Как тогда нам дальше... Если рынка там нету, если там Таймада нет, может локально понизиться. Дорог нет, дороги длинные. Поэтому давайте я предлагаю... Там три автомобиля. Что тогда... Давай про заправку в Таймалыре скажи тогда. Ну вы же знаете, в Таймалыре какая может быть заправочная станция? Кюсюрия может быть. На рече Лена стоит. Послушай, Кюсюрия сегодня как раз для того, чтобы на лодку ты сел и взял тарированный... Тогда давай позвоним сейчас Павлову и Чемезову. Хорошо сейчас сделали или хуже? Было бы АЗС. Он сейчас приезжал бы с бочкой 200-литровой. Или с канистрой не тостал бы это. Он сейчас взял, послушай, он сейчас взял, это обменное. Люди едят до бензина, птицы набулают. Давайте, господа, коснемся центральной части республики. 40% населения у нас проживает на центральной части республики. Здесь вот, да. Да, есть, и причем есть конкуренция. Я, кстати, Дима удивлен, почему у нас сегодня так мало представителей других АЗС. Это ты удивлен или я удивлен? Я удивлен, почему... Потому что мне отказали и меня послали пару. То есть людям есть что-то скрывать. Я не знаю, что есть скрывать, но... Мне отрадно, что Игорь Юрьевич нашел себе, скажем так... Мы договорились. Мы ругаем Сахарнефтегаз, что у него большая цена. На самом деле у него нормальная цена, потому что учитывать нужно перегрестное субсидирование, которое он делает на севера. А вопрос-то действительно к частным компаниям. А у вас-то что такие большие цены? Нет, вопрос в первую очередь... Вот смотрите, коллеги, мы же должны понять, на какие факторы мы можем повлиять. На что мы можем повлиять? Мы можем повлиять на оборачивание товаров, на кредитную зависимость общества или наличие собственных оборотных средств. И можем попробовать через механизм акцизов добиться на федеральном уровне большего поступления возврата средств для дорожного строительства. То, что мы выплачиваем. Вот это факторы, которые показал анализ, которые показала наука, на которые мы можем повлиять. Я хочу немножко, чтобы для справедливости ради. Я же не где-то работал, здесь, да? И так было 8 лет назад. Министерство транспорта. Послушайте, когда пришли люди, автовладельцы, и на Комсомольской площади стучали колпаками. Где наши деньги? Где наши деньги? Дорожного фонда? Не дорожного фонда, а транспортная налога. Каждый платит транспортный налог. Жигуль это или какой-то еще. Так у нас двойной налог. Ну, я, естественно, пошел с людьми встречаться на Комсомольской площади, был митинг. Предварительно я спросил в Министерстве финансов, а сколько у нас собирается денег транспортного налога в республике. На тот момент собиралось 470 миллионов рублей. Послушайте, 470 миллионов рублей во всей республике собирались вот с этих лошадиных сил. А мы в это время делали реконструкцию от улицы, значит, Дзержинска, Лермонтова, значит, Вилюйский переулок, когда, помните, дороги не было, где, это, ГАИ. Там расстояние 3,2 километра. И сколько вложили? 780 миллионов рублей. Можете проверить? 780 миллионов рублей, 3,2 километра. Это надо было убрать все коммуникации, имеется в виду, это же фронт, там что-то. Я не буду. Это проверено уже на много раз, об этом писали и все прочие. А вся республика собяла, где же тогда деньги было на дорожное хозяйство, на Вилюйский, Дзержинска. И вот тогда мы просили, чтобы были введены акцизы, в которых мы сегодня формируем дорожный фонд. Это же прописная истина. А до этого, минуточку. Так это вы виноваты в акцизах? Слушай, виноваты, что у нас сегодня дороги появились. Которых построили автовладельцы. Послушай, не автовладельцы. Речь идет, стоит, он же сказал сейчас. Нет, подождите. Источника дорожного фонда больше не было. Или была натуральная. Но я вам рассказываю историю, которая была. Мы вообще были без дорог. Что вы сейчас говорите-то, понимаете? Сейчас хоть что-то появилось. Мы на Вилюй только поехали. В 2003 году открыли дорогу сквозную. Вообще никто не знал, как проехать с Сунтарой в Нюрбу. Вы как говорите сейчас такие вещи, как будто... Это же дорога была наша, республиканская. Это она сейчас федеральная. А федералы поставили условие. Достроите дорогу. Все эти барьеры удалите. Или разрывы, говорим, дорожные. Мы воспримем. Вот мы сейчас приняли, и мы получаем 90 миллиардов рублей. Понимаете? Не надо. Вот мы недавно приняли решение освободить на сколько миллиардов рублей. Мы, наверное, от тебя немного отходим. Нет, я не отходил. Я отсошел, да? На 9 миллиардов, и мы получим 43 миллиарда рублей для республики. Ну, тогда вообще давайте не доверять, кто считает. Пардон, все. Все к Якутску хочу подвести. Подвести к Якутску, с вашего позволения, Дима. Да. На самом деле, ну, вот мне как потребителю, да, как автовладельцу, мне не важно. Перекресное субсидирование, там, какие-то либо другие затраты, переброска. Там, там, транспорт, транспорт. Ты где заливаешь? Все остальных вещей. Подожди, я сейчас закончу, что мне важно три пункта основных. Это, ну, когда я иду на заправку, цена, качество и доступность автозаправочной станции. Наличие туалета тебя не волнует? Нет. На заправке? Не до этого. Кстати, вы посчитали? Что? Строительство туалетов при заправке. Тоже людей. Это отдельная история, ладно. Ну, по цене, в принципе, в Якутске все понятно. Не так много игроков, можно спокойно, смело ориентироваться. Если говорить тогда про качество этого самого топлива. Экспертизы? Ну, нет, на самом деле... Объективное качество, да? Качество скорее по ощущениям. То есть, по ощущениям. По ощущениям, как машина. Как едет? Меня абсолютно не интересует то информационное табло, которое висит на каждой АЗС, где там все это детально расписано. Ну, мне неизвестно, кто это делал, как это делал и для кого это делалось. Я чисто езжу, жму на газ и чувствую, как... Качество, да. Не троит. Не троит. Порядок не троит. Не свечи, не свечи там. Нормально. Кстати, вот насчет экспертизы, да, которая независимая. Почему единственная лаборатория, она в подчинении у Игоря Ильича? В подчинении у Игоря Ильича. В подчинении у Игоря Ильича. Она не в подчинении, она построена у Игоря Ильича. Это необходимый элемент. Не, на самом деле и компания ИТЭК тоже имеет свою лабораторию. И у вас есть лаборатория? И у нас есть аккредитованная лаборатория. Аккредитованная лаборатория. То есть, Владимир Михайлович, есть ли смысл еще вводить независимую тогда экспертизу? Объясняю. Это очень важный момент. Да. И если сейчас мой коллега, мой друг, что он сказал, что где-то что-то у него почувствовал, что машину, в которой он копил денег, 2 миллиона рублей, прадик этот, да, начал что-то такое, взял кредит, он должен написать сейчас срочно бумагу. В наши адресы, а лучше сразу прокуратуру. И прокуратура делает сегодня проверку, где, ну зачем она поедет сюда, где заправил все он там, у кого, не буду называть, у частной или здесь у нас. Ему нужно будет, стоп, это топливо проверить на предмет независимости. Эксперт у нас независимый есть. Он может сделать. Лаборатория ближайшая в Владивостоке. Отправим, сделают. И тогда мы будем судиться. Владимир Михайлович, сложный механизм на самом деле. Ничего не скажу. Затроила у меня машина. Я не поеду никуда писать. Я просто сменю автозаправочную станцию. Опа! Формулировка будет проста. А где гарантия того, что там не хуже моча? Нет, если вдруг ты захочешь восстановить все-таки свое законное право на эти издержки, смотря как затроила. Ну да, то есть если она встала у меня на двух, конечно, я буду искать вину. Ну, подождите, мне казалось, это очень серьезно, здесь вот находится Дмитрий Дмитриевич. Федеральная, да? Да, метрология и стандартизация. И, наконец-то, вы представляете, ровно 15 лет назад кто-то в России... Владимир Михайлович, я перебью буквально, опять реклама. Е-мое, ну что такое? Ну, бывает, 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 бывает. Сразу после рекламы мы продолжим разговор о качестве поставляемого в Республику топлива. Реклама прямо сейчас. У нас была нефтяная инспекция, которая не была... 900 автобусов, 890 ездит на газе. Они на газе. Послушайте, и кто это делает? Вот вопрос, вопрос. Это делают частники. То есть тот, который считает собственный день, как она. Незачем заправлять пазики сегодня какой-то, или соляркой, или бензином? Тогда посмотрите, кто заправляет эти машины бензином и соляркой. Частники, которые считали, давно уже перешли. Сейчас другие, вот он сейчас расскажет вам, тот, который выпускает. 20 рублей, 20 и 50 разница. Это что, ненормальные люди, что ли? Другой вопрос. Те, которые уезжают туда далеко. Вот тут государство должно действительно им помочь. Не надо, до туалета мы доберемся. Вопрос доступности, то, что я говорил. Совершенно правильно. На всем протяжении трассы должно быть... А здесь центральная вся Якутия должна перейти немедленно на газ. Это воля политическая нашего президента Российской Федерации и нашего главы. А как же тех регламентов? Владимир Михайлович, я не могу... Механизм созданный для того, чтобы в двигателе внутреннего сгорания сгорал бензин, а не газ. Послушайте внимательно. Давайте послушаем представителей... Давайте послушаем. Тогда вопрос на самом деле стоит не о цене, скажем так, как таковой. Но можно ездить еще на более дорогом топливе и привезти какую-нибудь самолетную. То есть оно тоже будет отлично работать, скажем так. Во-первых, ну вот компания ИТЭК, я немножко расскажу. Первое, мы, конечно же, даем своему потребителю альтернативу. То есть отсутствие нашей компании на рынке привело бы, наверное, еще более к глобальным, скажем, последствиям стоимости цены. То есть, во-первых, мы свое топливо выпускаем на рынок. И второе, нашим же клиентам и клиентам всего рынка мы предлагаем именно переоборудование и поставку газа. Вот сейчас компания занимается, ну лично я возглавляю проект, именно по переоборудованию. Вот буквально в ближайшие дни выйдет репортаж, то есть наши ребята находятся в Польше. Сегодня проходят обучение, и это будет, вот чего единственное в Якутску не хватало по газу, это именно качественного сервиса. Качественных, хороших настроек, потому что вся Европа, я лично проехал, был и в Италии, и в Польше, скажем так, где это оборудование непосредственно выпускает. Нет никаких ощущений, что ты едешь на газе или на бензине. Абсолютно нет. Армения на газе. Поэтому это все, это все относится к области предубеждений. Вот тут хорошо, вот тут это. У одного у кого-то сломалось, скажем так, все, значит это повальная проблема. На самом деле, как сказать, ну у каждой проблемы, конечно, есть основа, да, допустим, там чего-то вылетело, почему это вылетело. У нас никто не разбирается, а вылетело все, значит все это плохо, мы это отторгаем, то есть и далее не хотим ничего думать и слышать. Но если мы будем действовать так, то на самом деле экономика, там, республики, страны, там, в целом, она будет печальной. Она будет печальной. Необходимо думать об улучшении, то есть, вот наша компания перестраивается каждый год. За последние там пять лет мы выпустили четыре новых продукта по топливу. У нас участия государства нет, вот вы Египта и реагируете. Второе, значит, сейчас буквально в мае, скажем так, еще один проект я возглавляю, кроме газобаллонного оборудования, скажем так, еще один проект реализуем. Мы еще более улучшим, то есть мы постоянно работаем, то есть и поэтому тут, знаете, как сказать, вот некая недооценка компании ИТЭК происходит, там, плохая, там, еще чего-то, ну разно нас ругает, скажем так, но, тем не менее, вот, допустим, лично я езжу на нашем топливе, и лично я, как приедет партия моих ребят, которых я отобрал на этой же территории, молодых ребят, инженеров, механиков, как они приедут, лично я буду ездить на нашем газе, хотя я вполне могу позволить себе ездить. На самом деле, наличие ИТЭКа, это такой выравнивающий хороший фактор, да, лично я, они говорят, да, мы, скажем, предлагаем вам топливо, основанное на газоконденсате, добываемого в республике, где работают, да, граждане республики, на уровне республики перерабатываем, предлагаем это. Хорошо. Дмитрий, можно одну цифру сказать? Да. Я бы страшно был удивлен. Почему? Ну, если хотите, я вас привезу на нашу производственную, посмотрим. В цене бензина нефть, знаете, сколько рублей составит? Я вам покажу. Сколько? 3 рубля 50 копеек. Нефть. Правильно? Не совсем так. Ну, в районе 4-5 рублей. Ну, не так. Мы говорим, что нефтепродукты несут большую нагрузку именно социального и... Дифференцирующую. Там еще, ребята, дело в том, что у нас нефтегазодобывающие предприятия и НПЗ себе рисуют такую прибыль космическую, ну, вы же понимаете, 2000 человек на Мальдивы возят. Вопрос наличия на рынке с нефтетрейдерами, с нефтеперерабочками, с их прибылью разобраться и, возможно, решить вопрос про снижение налогов. А как с ними разберешься? Это раскулачить, что ли? Почему-то это государственные структуры в основном, вы знаете их. Ну, да. Да, это все идут вертикально интегрированные структуры. Добыча и нефтеперерабочные заводы – это одна цепочка. Там прибыль очень большая. Гораздо больше, чем у Игоря Юрьевича. У него же регулируемая, тебе утверждает, ценовая комиссия, он выше не может, он не хулиганит. Профильная комиссия, кто вас возглавляет? Профильная по нефтегазу? Да. Наверное, я. Ну вот. Поэтому я предлагаю, ну, соберитесь комиссией, съездите в Ангарск, а не в Красноярск на турнир Ерыгина. Я не ездил на Ерыгина. Ангарский завод не решит этот вопрос. Это вопрос можно решать только на уровне... 50% составляют налоги в бензине, 23,5% прибыль предприятия. При себе стоимость 16%. На самом деле... То есть, Виктор Николаевич, вы говорите, что неважно, из чего сделано моторное топливо. А на самом деле... Из нефти, которая 3 с чем-то процента составляет. Или газоконденсат, которые столько же будут составлять. Вопрос в переработке, технологии, которые используются на ней в перерывах. Но у них-то ГОСТовский продукт, а у них... У нас тоже ГОСТовский. А не ТУшный? Не ТУшный. Подождите, подождите, насчет караниса. У нас видели на заправках, есть Е-92, который мы выпустили самостоятельно, собственную рецептуру, и есть Р. Коллеги. Р, это ГОСТовский. Технический регламент, подписанный лично Путина Владимир Владимировичем. Обязательно сертификации бензина и дизельного топлива. Не надо. Здесь это уголомонаказуемое наказание. Это добровольное нахлебное мясо. Это особое у вас опасное вещество и так далее. Вот почему здесь встает необходимость независимой экспертизы. Не екатерская, которая возможна. Я не говорю, что вы будете в своем поле играть. Но, возможно, выглядеть будет необъективно. Или не Игорем Юрьевичем построена лаборатория, которая, возможно, опять же, будет необъективно слегка подходить. А вообще независимая, какая-то федеральная структура или ваша структура, неважно. Вот он сейчас расскажет. Да, давайте. Принято решение. На данный момент обязательной сертификации нефтепродуктов нет. Есть понятие заявления о декларации о соответствии продукта. Ответствие. Соответствие. Да, но это проводится через лаборатории. Проводится испытание продукта. В данном случае, допустим, у нас лаборатории, они аккредитованы. Они состоят в едином реестре испытательных лабораторий и таможенного союза. То есть они имеют право выдавать те протоколы, которые нужны для заявления декларации. То есть по закону наши, так скажем, нефтепродукты, обеспечивающие предприятия, то есть они вполне законно могут об этом заявлять. Тут вопрос стоит в слабом надзоре. Как вы понимаете, надзор у нас максимально ослаблен. Это закон о защите прав юридических лиц и предприниматель, когда был введен. Тогда можно сказать все и по этому. Опять же, в данном случае у нас, когда на нефтебазах происходит смешение партий, допустим, до 2012 года, то, допустим, Саха нефтегаз будет обязан было это все дело декларировать. То, что смешали две партии и получили новый продукт. Это опять подтверждение соответствия. Но в 2012 году был приказ, который отменил три слова в правилах о подтверждении соответствия. Убрали на предприятиях нефтепродуктообеспечения. То есть у нас в республике, вот все, которые игроки есть, они и есть предприятия нефтепродуктообеспечения. На самом деле, мы опять сейчас уходим в такую бюрократическую терминологию. Я вот даже вижу, как автолюбительницы стоят и рвутся в бой. Ну, на самом деле, мы очень сложным языком говорим для обычных автовладельцев. Опять же, возвращаясь к качеству топлива. Вот, Дима, ты меня спросил, где я заправляюсь. Пойдет рекламный блок. Нет, я честно об этом скажу. Я должен был монетизировать. У меня есть иерархия заправок. Их на сегодняшний день две. А на первом месте кто? На первом месте ЕТЭК. Я заправляюсь на ЕТЭКе. Второе место у меня Саха нефтегазбыт. Чисто из-за цены, да? ЕТЭК в первую очередь из-за цены. Из-за цены. Да. Саха нефтегазбыт, ну, когда не получается с ЕТЭКом. По тем или иным причинам. И из-за качества. А где заправляетесь девушки из мани? Ну, да есть заправки, вот, к сожалению, я не буду озвучивать, где я точно не поеду заправляться, потому что машина у меня реально там вбранит. ООО «Импульс». ООО «Импульс» вообще неизвестный игрок. Частник какой-то, который... И по Синицы. Вообще не знаю. Мы привыкли к Сибойлу. Саха нефтегазбыт. У него качество бензина, чем это Туимада нефть, намного лучше. Ну, вот мы опять возвращаемся к вопросу контроля. Из Подмосковья, наверное, гонят эти... К вопросу контроля. Многие такие эмоциональные публикации на сайте, высказывания, я давно их уже читаю, они носят субъективный характер. Я залил, и у меня машина рванула, прям вот полетела. Или наоборот затормозила. Это субъективно. А объективно, это, конечно же, вопросы контроля качества. И вопрос наличия независимой лаборатории, несмотря на то, что наши лаборатории аккредитованы, и они уполномочены, они не могут решать спорные вопросы. Ну да. То есть я могу выступать арбитром между двумя независимыми от меня контрагентами, но не могу выступать арбитром по отношению к себе. И конкурентом. При перевозке, при... Конкурентом ты не можешь тоже. В этом случае вопрос контроля, то, что мы говорим, один федеральный инспектор, который уполномочен получить информацию о качестве, проверить и сказать, это качество хорошее, соответствует ГОСТу или техусловию, а это не соответствует. То есть это объективный вид контроля. Вот такой вот, наверное, все-таки вот такая структура должна... Дмитрий, у нас буквально полминуты... Я скажу насчет того, что нашего федерального инспектора, который один на всю республику, он может проверить на соответствие техрегламенту. Где? На безопасность. Нет уже, нету лаборатории, и вот в этом все и заключается, понимаете? Нет, смотрите, я давайте разделю, есть понятие безопасности, есть понятие качества. В техрегламенте, вот есть содержание серы, то есть экологический класс, с прошлого года только пятый класс, ну давайте не будем на терминологию, вот в части безопасности он может только проверить содержание серы, а в техрегламенте указана минимальная характеристика октанового числа, который всем потребителям... У нас буквально 20 секунд отсутствует. Я вынужден перебить всех. Еще раз, просто подытоживая разговор наш, есть крупные игроки, и есть... Хорошо, что у нас есть альтернатива некая, да, когда человек может проголосовать тупор рублем, да, уйти, скажем так, от ваших заправок, вы сказали, хорошо, уходите от моих заправок, я буду меньше просто завозить, это мы еще рассмотрим. В центральной Якутии в моторах должен быть газ. Запомни, дословно моя фраза звучала, мы не можем заставить потребителя заправляться на наших заправках. Мы вынуждены заканчивать этот бесконечный спор, и я продолжу тему. А как это опубликовал на сайте Засланный Казачок? Это другой вопрос.